Так, вижу, что звуком все в порядке у нас, да? Замечательно. Хочу сказать, что это мой первый большой вебинар на такую большую аудиторию. Могу немножечко волноваться, сильно строго не садите. Еще хотела бы узнать, есть ли у нас в чате новички, те, которые недавно зарегистрировались, те, которые только пришли в проект, еще пока толком ничего не понимают. Блюзики поставьте. Замечательно, есть. Постараюсь провести вебинар так, чтобы вам стало все более понятно. Я надеюсь, по итогу вы разберетесь, что здесь и к чему. Еще хотелось бы узнать, есть ли у нас кандидаты, те, которые еще не зарегистрированы в проекте, пришли просто посмотреть, узнать, что мы здесь делаем. Тоже единички поставьте, чтобы я могла понять. Таких нет, видимо. Ладно, будем работать тогда на новичков. А, есть, замечательно. Надеюсь, что по итогам вебинара вы тоже примете правильное решение. И тогда начнем. Для начала я хотела бы представиться. Меня зовут Паверникова Анна. Мне 32 года. Я живу в северном городке Сургуте, Хандомансийский обруг. На данный момент я в закрытом звании директор в проект пришла в самом конце 2014 года. Немножечко о семье расскажу. Это моя семья, это моя гордость, это мои мотиваторы. Муж и двое детей. Муж тоже сейчас является консультантом нашей компании. Он какое-то время наблюдал за мной. Потом в один прекрасный момент посмотрел ролик Тамилы Полежаевой, где она получает 1 миллион долларов. И решил, что он тоже хочет к нам присоединиться. Сейчас мы, можно сказать, строим семейный бизнес. Это два наших сыночка. Вадим Роман, 8 и почти 4 года. Школьник с садичный возраст. Получается, мы работаем для них. Мы хотим осуществить их мечту. Они мечтают у нас о Диснейленде, Олеге Ленде. Можно сказать, я тоже мечтаю, я тоже хотела бы съездить. Поэтому работаем, стараемся. Да, муж молодец. И для начала хотела бы напомнить основные правила устава компании. Извините, извините, пожалуйста. Основные правила компании. Это первое и самое основное. Перерегистрация в нашем проекте строго запрещена. То есть, если вы рекрутируете и в процессе беседы, либо, может быть, у вас в регистрационной форме есть такой вопрос, являетесь ли вы консультантом. Человек говорит, да, я являюсь консультантом. Вы говорите, до свидания, желаете ему отличной работы. Регистрация запрещена. Если у кандидата близкие родственники, действующие консультанты Арифлейм, то таких людей в свою структуру мы тоже регистрировать не можем. Близкими родственниками являются папа, мама, муж, дети, родные, братья и сестры. Их можно регистрировать только в свою структуру и только в первую линию. И еще хотелось бы сказать, что регистрация консультантов в компании Арифлейм заканчивается по истечению 34 каталожных периодов, то есть 2 лет от даты размещения последнего заказа. То есть, если вам попался, например, бывший консультант, который делал заказ более 2 лет назад, вы его можете к себе регистрировать. Либо же, если человек не сделал заказ активационный, то по истечению 4 каталожных периодов он также удаляется из базы. Надеюсь, основные вот эти вот принципы, да, и новичкам, и всем надо знать. И хотела бы по себе рассказать то, почему я пришла именно в Арифлейм. Потому что Арифлейм это единственная компания, которая предоставляет нам бизнес под ключ. Компания дает нам все готовые инструкции. То есть, бери, пользуйся, строй свой бизнес. Неограниченные возможности дохода. Доход на самом деле не ограничен. Вы можете, например, выйти на пассивный доход, закрыв золотого директора, и получать около 30 тысяч рублей. И ограничиться этим сказать, ну, мне хватит, больше не хочу дальше строить. Либо же идти дальше, как делает основная масса наших людей. Мы идем дальше, мы стремимся к лучшему, мы стремимся к огромным доходам от 100, 150, 200 тысяч рублей. Это уже высокие звания, это уже неограниченные возможности. Также бизнес без рисков. То есть, начиная работать с нами, вы ничем не рискуете. Вы, например, работали, работали, какое-то определенное момент вы решили, нет, не мое, не хочу, не буду, мне нравится все то, что у меня было. Без проблем вы просто перестаете выполнять какие-либо действия, и компания через определенное время удаляет вас за неактивность. Также широкий ассортимент продукции для себя и семьи. Иногда удивляюсь, почему люди говорят, что в Арифлейм нечего покупать. Да, в Арифлейм более 2000 наименований продуктов, да, продукции. То есть, каждый может найти для себя все, что он хочет, от зубной щетки и заканчивая бытовой техникой. То есть, каждый выбирает свое. Путешествия по миру за счет компании. Компания за отличную работу, за хорошие результаты, за высокие достижения, четыре раза в год выводит своих сотрудников на различные мероприятия, бизнес-встречи, мегафорумы, бизнес-конференции, которые проходят в разных точках мира. Личностный рост и развитие. Ну, это, как бы, мы работаем в интернете, мы постоянно узнаем что-то новое. Вот даже могу сказать по себе, я раньше не знала таких возможностей компьютера, как я узнала за последние полтора года. У меня раньше был принцип «не знаю, не лезу». Сейчас я все время что-то узнаю новое для себя, соответственно, я развиваюсь. Начала читать много интересных книг именно по саморазвитию. Ну и признание своих достижений. Так же, как за хорошие результаты, да, и высокие звания компания вывозит своих сотрудников на бизнес-конференции. Так же, и за какие-то достижения, то есть вы стали менеджером, вы стали директором компании, вас прощает. За отзвание директора компании выплачивают премии, за менеджеров компании приглашают на различные там мегафору, банкеты, БВО, какие-то мероприятия, где вас участвуют, вас поздравляют. То есть компания гордится своими сотрудниками. И вот немножечко из моей истории, да, в Арифлейм. Зарегистрировалась я в самом конце 2012 года. То есть, ой, 2014 года, 28 декабря. Это было под Новый год. В очередной раз, листая ленту Инстаграма, заметила, что ко мне постучалась девушка. Друзья, перешла к ней на страницу, посмотрела, предлагает работу, пошла по ссылке, попала к ней на страничку ВКонтакт. В ВКонтакте, в профиле была еще одна ссылка на регистрационную форму. Вот по ней я тоже прошла и попала на сайт Эспресс-карьера. Листала и обнаружила, что это Арифлейм. Первая мысль у меня, как, наверное, у большинства, да, была в голове. Опять Арифлейм. Потому что раньше мне поступали такие предложения, она как-то их все откидывала. А тут, видимо, звезды сошлись и либо прижала, да, что-то вот случилось, что я решила. А почему бы и нет? 28 декабря я зарегистрировалась. И в сентябре 2015 года у меня уже было открыто звание «Золотой директор». В октябре 2015 года было открыто звание «Золотой директор». И в ноябре 2015 года я стала независимым человеком. Я открыла ИП. Теперь я индивидуальный предприниматель. Теперь я получаю от Арифлейм доход каждые три каталога. И в феврале 2016 года у меня был настоящий праздник. Я закрыла звание директора. Еще так интересно получилось. Мне первую мою сумму компания, три недели, да, наш, первую мою, всю накопленную мою основную скидку и на тот момент была еще премия по турборосту, компания выплатила накануне моего дня рождения, 11 января. То есть 12-го дня рождения, 11 января, мне вот такой подарок сделала компания. Это был, наверное, самый шикарный подарок, который мог быть. Ну и я не останавливаюсь, я иду дальше. В планах у меня более высокие звания. Ну и немножко хотела показать, как Арифлейм нас меняет. А меняет нас Арифлейм не только внешне, да, тут вот видно, осень 2014 года, девушка со щечками, и осень 2016 года. Арифлейм просто, вот меня конкретно Арифлейм изменил до неузнаваемости, как внешне, так и внутренне. Если почему-то вот именно в тот момент, когда я зарегистрировалась, как-то в голове что-то переклинило, что нужно себя менять. Я записалась в спортзал, зарегистрировалась в Арифлейм, начала пользоваться продукцией wellness от Арифлейм, это коктейли, супчики, и вот такой вот результат у меня получился. Ну, практически минус 10 килограмм где-то. Вот так вот. И еще хочу сказать, как изменилась моя жизнь, и как изменилась я. Во-первых, я стала индивидуальной предпринимателем, я теперь независима. Во-вторых, я начала путешествовать в компании и за счет компании. Посещать шикарнейшие мероприятия. Просто побывав на этих мероприятиях один раз, останавливаться уже не охота, охота еще, еще, еще. Квалифицироваться и посещать такие мероприятия. Ну, это просто шикарные мероприятия. Они проводят. Только в 2016 году я побывала на банкете директоров в Москве и съездила в Сочи на конференцию менеджеров. Чуть позже я вам скажу о них. И в-третьих, я изменилась внутренне. Я стала более общительной, более открытой, более позитивной. Научилась ставить цели и научилась работать на результат. Я на самом деле сейчас понимаю, что Арифлейм меняет наше, наверное, подсознание. Он становится нашим стилем жизни. Потому что мы общаемся с позитивными людьми и, видимо, мы сами становимся такими, притягиваемся к себе таких же людей, позитивно настроенных и уверенных в себе, идущих на результат. А вот хотел немножечко вам рассказать о нашем лете 2016 года. Это у нас было просто... У меня вот лето и сентябрь было настолько насыщенным. Началось все с июня 2016 года. Это мега-форум. На два дня мы летали в Москву. 18-19 это были два незабываемых дня. Мы встретили... Наконец-то мы встретились со своей командой. Мы, можно сказать, в течение года сутками общались в интернете. В чатах, в личке, везде общались. Но мы не виделись. И тут, наконец-то, мы встретились. Мы друг друга пощупали. Мы переобнимались. Мы вот все мы живые. Вот мы такие. Наобщались. А мега-форум это было просто фееричное мероприятие. Для нас был арендован 75-й павильон на ВДНХ. Были экраны во всю стену на 360 градусов. То есть, куда они посмотришь, ты все... Везде вот они, телевизоры, да, огромный экран. Было чествование новых званий. Было рассказано много о дальнейшей работе компании Алиплейм. О том, что она только развивается, растет. Далее мы в тесном кругу своей компании встретились. Посидели в кафе. Опять-таки, натанцевались, наобщались. Ну, все-таки, этого было мало. Встречаться охотой и охотой еще. Далее, 19 июня 2016 года. Банкет директоров. Ну, это было просто... Не знаю, для меня это было просто какое-то мега мероприятие, на котором лично я почувствовала себя золушкой. Это было, по-моему, если я не ошибаюсь, 10 лимузинов, в которых Хаммеров... Я первый раз в жизни прокатилась на лимузине. Еще и по Москве. В Москве я вообще была последний раз, наверное, года в 4. И вот сейчас вот такой вот выход наш в Москву, в свет, шикарные длинные платья, прически, шары, сотни тонн конфетти, опять же, чествование своих директоров... От директора и выше. Я первый раз в жизни пролетела по сцене. Ну, это было просто незабываемое впечатление, было куча эмоций. Мы встретились с Аней Черном, нафотографировались. Вот внизу наша огромная команда Экспресс-карьеры Россия. И это только от директора и выше. Представляете, да сколько людей вообще в Экспресске. Она только развивается и растет. Вот еще наша команда. Мой спонсор Мария Викторова. Спасибо, что нашла меня в Инстаграме. Показала мне дорогу в свет. Мой Маргарита Автракова. Это моя первая, самая первая звездочка. Это уже директор в моей структуре закрытой. Вот. В общем, все наши девчонки. Далеко не все, часть наших девчонок. Ну и вот те звезды, да, которых я увидела за два дня, побывав в Москве. То есть я побывала в Москве, я побывала на мегафоруме, на банкете директоров и еще такую худшую звезд я увидела. Для меня это было просто шоком. У нас на мегафоруме пела Анжелика Варун, концерт часовой. Потом на банкете директоров Валерия, также часовой концерт. Дмитрий Дюжев просто порвал зал своим, своей харизмой, своим мощным голосом, своими шикарными одами, посвященными бриллиантовым директорам. Ирина Летучая была в качестве ведущей. Ну, в общем, все было просто на высшем уровне. Для человека с провинцией, например, как я из Сургута, северного городочка, приехать в Москву и попасть вот в такую атмосферу, это было что-то незабываемое. То, что у меня уже бурлит кровь внутри после вот этих всех событий, уже сколько месяцев прошло, а я все вспоминаю, и у меня иногда слезные глаза наворачиваться, того, чтобы мы там были. Далее у нас был июль 2016 года. Мы с семьей поехали аж на три недели в Сочи. Часть путевки была также оплачена за счет денег, которые заработала в компании Reflame. Можно сказать, что и сюда нас отвозила компания Reflame. мы забронировали один из лучших отелей города Сочи. Можете погуглить. Отель Bridge. Он сделан под Турцию. Все включено. Аниматоры веселят, развлекают, кормят. Ну, в общем, все, чтобы нам было хорошо общаться, что нам хорошо отдыхалось. Отдых мы проводили активно, велосипеды и вот такие двухколесные штуки, на которых у меня Вадим катался. Не помню, как он называется. И на электромобиле. В общем, дети в восторге. Отпуск у нас удался. И уезжать, честно, не хотелось. Также вот фотография есть Алина Осипиан. Это девушка из нашей команды. Тоже Алиночка. Мы с ней встретились в Сочи. Она как раз была там тоже у родителей. И, ну, как побывать в Сочи. И если там есть кто-то из наших не встретится, мы с ней встретились, пообщались, наобщались, погуляли по набережной. И что мне сейчас нравится, у нас работа в интернете, да, мы работаем по всей России. То есть вот на данный момент, приехав в любой уголок России, практически везде есть даже не знакомые, а друзья, да, которым ты можешь зайти и пообщаться. То есть ты везде можешь встретить своих партнеров. Вот так и здесь. Мы были в Сочи, там была Алина. Мы встретились, поболтались с ней, пообщались, погуляли. Это плюс, огромный плюс нашей работы. Вот еще немножечко из нашего отпуска. Мы его проводили прям, ну, очень активно. В отпуске мы отметили день рождения старшего сына. Его мы отметили в Сочи парке. Просто незабываемый день провели там. Ребенок был в восторге. Скайпарк. В общем, мы старались этот отпуск провести так, чтобы он нам вспоминался еще долго и долго. У нас это получилось. Мы посетили кучу мест. Это и Красная Поляна, и Скайпарк, и Олимпийский парк, и Россия в миниатюре. В общем, было очень интересно. Вот еще хочется мало. И хотелось бы еще рассказать, чем же мы занимаемся, и как мы все это зарабатываем. Первое это рекрутирование. То есть мы приглашаем людей в проект. Второе это личное потребление. Мы просто меняем свой обычный магазин, где мы мылись раньше, и покупаем всю продукцию уже у себя со скидками, с подарками, с какими-то акциями. И обучаемся. Обучение в любой новой сфере деятельности необходимо. Плюс нашего обучения оно бесплатно и проходит совместно с работой. и многие новички кандидаты спрашивают как же добиться того, чего добились вы. Добиться всего этого очень просто. Регулярно и систематически выполнять эти три действия. Все. Каждый день стабильно ты должен рекрутировать. Каждый каталог ты должен создавать свой личный товарооборот и постоянно обучаться. Обучение нужно всегда. У нас даже и сапфировые, и бриллиантовые директора все равно еще обучаются. Что-то новое всегда появляется. И это новое нужно знать. А основные хотя бы азы какие-то все должны обязательно знать. И немножечко подробно остановлюсь на каждом методе. Личное потребление. Что это такое? Каждый зарегистрированный консультант должен создавать свой личный товарооборот или ЛТО. Мы регистрируем нового консультанта. Он также создает свой личный товарооборот. Из всех личных товарооборотов ниже зарегистрированных под вами людей создается групповой товарооборот. То есть если не будет личного товарооборота, не будет и группового товарооборота. Как вы будете делать свой личный товарооборот? Решать вам. Кто-то пользуется только для себя. Кто-то моет свое близкое окружении да кто-то продает то есть ну это полностью ваше право как вам удобно так вы создаете свой личный товарооборот но он должен быть то есть это условия компании это то откуда у нас откуда в компании берутся деньги к примеру хотела показать да свою свою корзину да то чем я пользуюсь первое самое основное в каждом заказе у меня всегда есть wellness это витамины для всей семьи и как ты коктейли беру всегда про витамины я вообще готова петь им дифирамбы потому что витамины просто шикарный особенно детские на ли вот по детским витамином витамином я убедилась на своих детях мы пьем уже чуть больше года в прошлом году у меня младший сын пошел в садик первый раз до старший сын пошел в первый класс то есть соответственно и адаптация новый коллектив новые люди дети тяжело проходят операции первоклассники тем более вот старший сын ни одного больничного не было за весь год максимум что у нас было это стоит все больше ничего не было обычно у всех детей в конце учебного года начинается апатия им становится тяжело усталость за целый год сказывается у нас ничего этого не было там такой пошел у меня бодрых первый класс так мы его и закончили таким же бодрячком первый класс младший в садике у нас тоже не было никакой адаптации не было и вот мы сайт пошли в июне первый больничный у нас был в марте то мы подцепили вирус то есть мой год проходили вообще безбольничный и пролечившись там во сколько там две недели давно же не помню мы в больнице сдали анализы общий анализ крови участковый педиатр когда смотрел анализ она мне спросила вы точно болели в смысле конечно мы болели она говорит у вас просто такие анализы у вас все ваши показатели в норме на как выше высшая отметка нормы да то есть у вас только единственное почему видно что вы болели немножко повышенная соя но это как бы всего при всех заболеваниях у вас как анализы просто шикарные я соответственно там ей прорекламировала наши витамины сказал что мы вот такие вот витамины прием молодцы продолжайте пить вот мы сможем пьем wellness постоянно я тоже вижу результат еще сейчас я пропиваю курс для витамин и ногтей также серия на вейдж экологен я и пользуюсь мне она очень нравится и что приятно всем мы ездили в сочную конференцию всем участникам подарили вот такие сертификаты на скидку 30 процентов ее можно было потратить на какой-либо серии экологен либо она какую-то на что-то из продукции wellness вот я решила взять себе серии экологен ей постоянно пользуюсь мне она очень нравится и серия или тоже замечательная серия для волос то есть вот эти принципе вот ничего лишнего то что я всегда брала в обычном магазине а сейчас я это беру в своем магазине со скидкой с какими-то бонусами с подарками выгода выгода на глаз на глазах второй кит нашего проекта это рекрутирование в википедии поискала что значит рекрутирование рекрутирование это привлечение к участию в чем-нибудь пополнении кем-нибудь состав чего-нибудь то есть мы рекрутируем и привлекаем к себе новых участников новых партнеров мы пополняем свою команду новым паркет партнерами методы рекрутирования бывают разные по по рекрутированиям у У нас есть отдельные вебинары, они проходят по вечерам. Здесь я буквально в двух словах скажу, что бывают теплые контакты, бывают холодные контакты. Какими контактами работать выбирайте вы сами. Уже определившись на каком-то методе, вы его досконально изучаете. Но я всегда рекомендую для начала выбрать хотя бы 2-3 метода, изучить, поработать и определиться в том, какой вам ближе. И тогда уже начинать работать определенным методом в определенной соцсети. То есть либо холодными, либо теплыми контактами, как вам удобно будет. И третий кит нашего проекта это обучение. Обучение у нас проходит в виде школы новичка, обучающая рассылка постоянно приходит у нас, тренинги, вебинары. Их можно смотреть как онлайн, так и записи. Записи всегда есть. Можете спрашивать у спонсоров, либо мы выкидываем их постоянно в чаты. И постоянная поддержка спонсора и команды. В чатах у нас поддержка практически круглосуточная, так как у нас Россия большая. И где-то уже ночь, а где-то только утро. Поэтому у нас постоянно кто-то в чате находится. И вот наша таблица роста. Первые два уровня 6,3% это уровни консультантов, на которых доход в порядке тысячи рублей. Каждому процентному уровню соответствует определенное количество групповых бонус-баллов. То есть 150-450 это уже каждый определенный уровень. С уровня 9 до уровня 18% вы уже становитесь менеджером. Доход до 5 тысяч рублей. Далее идет старший менеджер. Это 22% и 7500 бонус-баллов под вами. Обычно с этого уровня начинают открывать ИП. Так делают многие, так сделала я. И с этого уровня уже начинают получать каждые 3 недели деньги на свою банковскую карточку. Официально подписывается договор с компанией Арифлей. И уже вы становитесь индивидуальным предпринимателем. Далее идут директорские звания. От директора и выше, старший директор, золотой директор и так далее. С этого уровня уже идут ИП. В налоговой открываете ИП. Его открывать вообще несложно. Буквально минут 5-10 и все. Документы, единственное, подождать там, по-моему, около недели нужно, пока их изготовят. Свидетельство. С уровня директор за каждое закрытое звание компания выплачивает премии от 1000 долларов. То есть вы открыли директора, продержали его 8 каталогов. Не обязательно подряд. Либо вы подряд 8 каталогов продерживаетесь, либо вы, например, в первом открыли, во втором упали с этого уровня, в третьем вы опять директор. То есть считается первый и третий, второй не считается. То есть, ну, не подряд. И за каждое уже закрытое звание компания платит премии. Так, и вот наш золотой сентябрь. Мы поехали на 8 каталогов. Нет, не обязательно в год. Либо 8 каталогов подряд, либо 8 каталогов не подряд. То есть можно там 1-2, бывает, пропустить, и потом опять поднимаетесь на этот уровень. Их должно быть всего 8 в общей сложности из 17. В сентябре, да, в сентябре 2016 года мы поехали на мега золотую конференцию менеджеров Сочи. Это были 4 волшебных дня. Была для нас подготовлена шикарная программа. Каждый день был у нас просто расписан поминутно. Нас постоянно где-то возили автобусы. Мы никуда не ходили пешком. По-моему, в Сочи собрали все автобусы для того, чтобы обслуживать Арифлэнс, для того, чтобы возить нас на наши мероприятия, на наши встречи. Для нас было арендовано 3 огромных отеля, 4500 консультантов. В общем, эти 4 дня было сделано нам много подарков от компании. Типа сертификаты, футболочки, в общем, все такие мелочи, но очень-очень приятные. И вот наш первый день, 26 сентября. Программа наша начиналась вечером, поэтому с утра мы решили поехать в горы. Мы с девчонками все смеялись, что у нас день начался зимой, продолжился летом и закончился сочинским Диснейлендом. То есть с утра мы поехали на Красную Поляну, поднялись на подъемники на Роза Хутор на 2320 метров. Там был туман, там было очень холодно, мы надели на себя всю теплую одежду. Но было настолько весело, настолько позитивно, столько эмоций. И то, что мы поехали сюда, мы опять встретились с своей командой. Вот мы были в июне, сейчас мы опять в сентябре встретились. Но это было очень позитивно. Потом в обед мы пошли на море. Как же без этого, мы же приехали в Сочи, надо было искупаться. Как раз погода нам подарила теплый денечек. Я не рискнула, я помочила ноги, но девчонки купались, молодцы. Летом, ой, летом, извиняюсь, вечером мы поехали в сочинский Диснейленд. Это было просто круто. Для компании Арифлейм арендовала для нас, только для нас. Парк был закрыт для всех, вход был только для сотрудников компании Арифлейм. Полностью весь Сочи, Сочи парк. Для нас работали все аттракционы. Для нас было акватик-шоу, получасовое. Это шикарное свето-водное шоу, еще с элементами огня. Для нас был салют. Салют просто шикарный. У нас в городе такого салюта на 9 мая нет. Какой салют был там. Вот все было продумано до мелочей. Меня штука поразила. Даже шкафчики, где люди оставляют вещи перед тем, как идти на аттракцион, даже они были украшены эмблемой Арифлейм. На всех аттракционах везде было прописано Арифлейм. То есть там дух Арифлейм царил просто во всем. Нас там кормили. Компания заботится о своих сотрудниках, чтобы они голодные. не оставлялись. Ланчбоксы, 4 вида. Каждый выбирал, кто какой себе хочет. То есть по вкусу. В общем, шикарно провели время. Шикарно провели время. И уставшие, но очень довольные, поехали по своим номерам. Потому что на следующий день нас ждал не менее насыщенный день. Он начался рано утром. В 9 утра у нас началась бизнес-конференция 3D. Вот на большой фотографии, да, вы видите, это наша команда. Это команда России экспресс-карьера. Вот насколько она огромная. И я все время, когда смотрю, вот такие огромные фотографии. Это же еще не все. Это далеко не все. Это люди со звания менеджер, да. Это просто какие масштабы. Также чествование наших, чествование всех званий. Проход по сцене. Опять же, тонны конфетти, шарики. Ну, все очень шикарно. Компания нам рассказала о своих дальнейших планах. О том, как она себя позиционирует. О том, как она нам, можно сказать, советует, да, работать. Как продвигать. В общем, было очень много полезной информации. Мы для себя очень много почерпнули. И, конечно же, мы очень сильно замотивировались опять-таки в очередной раз. Вечер у нас продолжился гало-ужином. Вот знаете, когда в отпуске мы были в Сочи, мы ходили по Олимпийскому парку. И я, ну, вот эти объекты, все они такие большие, да. Я все, интересно, внутрь бы попасть туда. Как там внутри. И вот мы в сентябре приезжаем в Сочи. И на тебе, вот тебе, ледовый дворец Айсберг. Заходи внутрь, смотри, что тут катут. Мы ходили по этому льду Олимпийскому. Вот тебе Адлер-арена. Заходи тоже, смотри. То есть, получается, мечты сбываются. Я как бы хотела туда попасть, и мы попали туда. Гала-ужин. Тоже шикарное мероприятие. Шикарно накрытые столы. Наша команда. И опять-таки сюрприз для всех. Просто шок для всех. Сергей Лазарев. Никто не ожидал, если честно. Ну, часовой концерт Сергея Лазарева. То есть, еще раз хочу повториться, что компания не экономит на своих сотрудниках. Делает все, чтобы мы попали в эту атмосферу. Сказки, да, что ли. Для меня это правда как сказка. И немножко... Мне не пальчики, я вижу, да, было все очень вкусно. И немножко фактов в цифрах. Насчет вот той конференции в Сочи, которая была. Это была самая впечатляющая площадка для мероприятий. Здесь проходили Олимпийские игры, чемпионаты мира, гонки Формулы-1. Рекорды, которые компания поставила. 34 рейса и международных, и внутренних. Вы только задумайтесь, 1 миллион 200 тысяч килограммов багажа, сколько мы привезли с собой. Вот взвешивали бы, сколько мы увезли с собой, там было, наверное, в два раза больше. Мы были самая крупная делегация в Сочи после Олимпийских игр. Для нас было арендовано 3 отеля. И 1667 номеров. Вы только представьте. Больше мне позабавили вот эти цифры. Мы очень много для вас где подготовили. 28 миллионов килограмм еды. Да, покушать мы тоже любим. То есть масштабы просто поражают. Помощник пришел заметить эти карты, если следует. Да, мы крутые. И в конце своего вебинара, да, хотела бы всем сказать, что это показать, на каких банкетах и на каких конференциях можете попасть вы. Калификация на них идет. Это все реально, это все возможно. Это все вот... Ты просто захотел и начал делать, и все. Лето 2000... Вообще 2017 год. Это год будет юбилейный. 50 лет компании Арифлэйм. Вы представляете, какие будут мероприятия. Вот мероприятия этого года, я считаю, пропустить просто нельзя. Лето 2017 года будет банкет директоров в Москве. В прошлом году был юбилейный банкет... В этом году, то есть в 2016-м, был юбилейный банкет директоров в Москве. Было 20 лет Арифлэйм в России. Сейчас будет 50 лет Арифлэйм вообще. То есть со дня создания Арифлэйм. Это будет просто мега мероприятие. И я считаю, что туда должен попасть каждый. Осенью в сентябре 2017 года будет мега золотая юбилейная конференция на двух шикарных, огромных лайнерах. Компания арендует два лайнера на 6 тысяч человек. Просто представьте себе масштаб. Я всегда представляю себе масштаб всего происходящего. И иногда в голове охота нарисовать цифру, сколько же это все стоит в этом мероприятии. У меня в голове такие цифры помещаются. На все эти конференции попасть реально. Осенью 2017 года, но уже в октябре, будет менеджерская конференция юбилейная в Болгарии. Золотые пески, шикарные пляжи. Это Болгария. Это просто обязательно поедем. Да, обязательно надо, что самые интересные квалификации уже идут. Поэтому успевайте. И весна 2018 года, это будет Япония, Токио. Бриллиантовая конференция. Но кто захочет, на нее тоже может попасть. Потому что мы, когда были на мегафоруме, я наслушалась столько историй. Бриллиантовый директор за год. Не знаю, там за полгода сэпфир. Пять званий за год. Люди, это все реальные. Это все живые люди. Такие же, как мы с вами, которые когда-то пришли сюда, изучили маркетинг-план. Поставили себе цель. И идут к ней просто семимильными шагами. Все это могут. Все это вполне реально. Вот единственное, я хочу сказать, для того, чтобы чувствовать себя уверенно при собеседовании с консультантами, нужно изучить и продукцию, и маркетинг-план компании. Тогда вы будете рассказывать все, как вот гладенько. И тогда люди верят тем, кто знает. Так что об условиях каждой из этих конференций и банкетов узнавайте у своих спонсоров. Они обязательно подскажут, как туда можно попасть, как квалифицироваться, какие условия выполнять. Ну и да, будем до встречи, наверное, в самой ближайшей на банкете директоров в июне. И напоследок, да, в конце своего выступления, хотела бы сказать, что все только начинается. Вы посмотрите, какое количество чеков было на банкете директоров в 2016 году. Я уверена на 100%, что на банкете директоров в 2017 году их будет как минимум в два раза больше. Компания растет, компания развивает, компания завоевывает новые горизонты. Вы, вот эти все счастливые лица, эти люди, которые когда-то пришли, когда-то поверили и начали работать. И еще хочу сказать, что только об одном жизни можно жалеть, о том, что ты когда-то так и не рискнул. Рискните, и у вас все получится. Я была очень рада видеть вас на своем вебинаре. Спасибо большое, немножко волновалась, где-то заикалась. До встречи на следующих конференциях. Всем пока-пока. Увидимся.